Девушки отдыхают Вы сегодня в номинации. Есть фавориты среди работ? Я сегодня не в номинации. Сегодня в номинации моя соведущая Оксана Федорова. Вот я ей желаю победы. Она это заслужила. Мне кажется, будет очень много интересных разных работ, но нужно будет посмотреть. Мне кажется, я выберу фаворит именно когда уже будут вручать. Да, я сегодня в номинации. Лучшая информационная программа. Это программа на канале «Карусель», «Навигатор новости». Я пришел повеселиться и потусить, потому что меня наконец-то нет в номинации. И я не буду вытирать потные ладошки, дрожать и, в общем, вытирать капли пота. Я просто пришла к вам в гости для того, чтобы насладиться детским тейпом, вашими выступлениями, вашими призами. Поэтому я не очень хорошо погружена в тему, но меня это не пугает нисколько. Я зато все узнаю. Ты сегодня в номинации? Есть фавориты среди работ? Привет! Я должна была быть ведущей кодом, но меня, к сожалению, не номинировали. Но у нас от «Стэс Кидз» есть две номинации. Лучший телеканал с режиссером, которым мы работаем и снимаем нашу программу Насте и Вова. Я номинировал нашего, как этот, лучший режиссер нашего режиссера. К сожалению, я сегодня не в номинации, но в номинации мой любимый телеканал, на котором я в данный момент работаю, «Стэс Кидз», и я буду очень сильно за него болеть. У меня, конечно, есть фаворит, особенно в той номинации, которую я буду представлять и награждать. Я очень надеюсь, что мы с академиками в одну сторону сможем. Есть ли у вас любимые телеведущие? Телеведущих у нас множество, на самом деле. Тоже не хочу никого обидеть, потому что со всеми из них я дружу. И со многими из них я вела на сцене. И, в принципе, со всеми, с кем я работала, могу сказать, что они большие профессионалы. Моя подруга Каркуша. Мой друг Степашка. Мне нравится. Я очень люблю Джимми Феллона. Он тоже ведет вечерние шоу, только в Америке. Я вообще горжусь своей работой. Я считаю, что он большой молодец в своем деле. Все ведущие Первого канала. Я их очень люблю. Леонид Якубович мне нравится. Он очень классно ведет, веселый. Премьер проходит ежегодно, а детская версия уже в четвертый раз поощряет значимые работы профессионалов, работающих с контентом для самых маленьких телезрителей. В этом году за премию вступили в борьбу 143 работы. Среди номинантов оказались известные программы и лидеры кинопроката. «Последний богатырь», «Пальма», «Мой папа-вождь», «Моя ужасная сестра». А также телесериал «Манюня». Какой мультик или программу на ТВ вы любили в детстве? В детстве я любила программу «Спокойной ночи, малыши». Я очень часто смотрела советские мультфильмы, такие как «Винни-Пух», «Карлсон» и любила практически все советские фильмы. У меня был любимый мультик, прям с самого детства. Я не кушала без него, я еще ничего не делала, я обожала мультик «Барбоскин». Я очень любила мультики про чебурашку, прям все. Ну и, конечно, ну погоди, мне кажется, у нас вообще масса мультиков, на которых мы росли, которые мы присматриваем до сих пор, и мои детки тоже очень любят. Как и все дети, смотрела программу «Спокойной ночи, малыши». И вот когда я на «Шаболовке» снималась в детстве, рядом была дверь, где снималась программа «Спокойной ночи, малыши». Я все время туда заглядывала и думала, вот когда-нибудь я тоже буду, как тетя Валя, сидеть вот за этим столом, и возле меня будет Хрюша и Степашка. Оценивала работы участников профессиональной жюри. Среди них руководитель АБВГД-ики Татьяна Черняева, телеведущий НТВ Вадим Токменев, композитор Виктор Дробыш, телеведущие Юлия Барановская и Оксана Федорова. К слову, последняя в этом году и сама попала в номинацию как лучшая ведущая детской программы «Спокойной ночи, малыши». За это время, за 20 лет, я была много программ. И форт Боярд, и субботник, и субботний вечер, и множество концертов. Но всему тому, чему я научилась, я обязана, конечно, в программе «Спокойной ночи, малыши». Поздравляем вас с победой. Поделитесь своими впечатлениями. Здравствуйте. Впечатления, наверное, сегодня самые-самые радостные за последнее время, потому что это так приятно, это так неожиданно. И мне кажется, справедливо, потому что наш проект «Большие, маленькие» он замечательный, он очень добрый, он очень светлый. Он про детей, он про талантливых детей, про как они танцуют, какие они красивые. И, вы знаете, вся Россия видит всю нашу танцующую молодежь. Это самое главное. Для этого мы старались, для этого мы снимали, для этого мы работали очень-очень много. Безусловно, для меня это такая отправная точка для моего дальнейшего развития, для дальнейшего совершенствования. И действительно, я могу сказать, что я профессионал в том, что я делаю. Поделитесь впечатлениями. Вы знаете, меня переполняет эмоции. Если взять аналогию из нашего сериала «Монсики», то я нахожусь на облаках счастья. Я хочу сказать спасибо огромное тем, кто делает «Тэфи Хиттс». Давайте представим, что мы с вами создали общее шоу. Мы стали ведущими. Про что будет наше шоу и какое название? Название будет «История мира», и мы будем снимать программу про то, как люди живут на разных уголках планеты. Мы сделаем с тобой такую программу «Мое любимое хобби». И будем ходить еще у звезд спрашивать, какое у них любимое хобби. У меня вообще есть мечта – вести программу для детей и подростков. Если эта программа будет про какой-нибудь, это будет какой-то, не знаю, конкурс соревнования, игра, мне кажется, это будет круто. Если ты будешь вместе со мной ее вести, это будет круче вдвойне. Например, программа «Доброе утро», очень хорошая программа на Первом канале. Вот я бы с удовольствием ее вела. Я думаю, это будет какая-нибудь зажигательная, интересная программа, где мы будем все веселиться, прыгать, бегать, скакать, петь, танцевать. И думаю, эта программа будет называться «Позитив и танцы». Наверное, я бы с тобой какую-нибудь записала передачу именно про животных, про их мир, про их… какие они бывают разные, у них бывают разные характеры. Вот об этом бы я с удовольствием поговорила. Если бы у меня был выбор сейчас, ну, мы и снимаем телевизионную программу, просто она выходит на интернет, телевидение, это «Моя Россия, музыкальное путешествие». Наверное, вот именно такую программу я бы хотела вести, например, на телеканале «Культура». Если бы нас с вами выбрали ведущими программы, то как бы она называлась и о чем бы она была? Ой, я бы хотела вести программу про фантастические путешествия, про путешествия в другие миры. Я бы так и назвала ее «Путешествие в миры». И мы бы полетели с тобой куда-нибудь в совершенно сказочный и фантастический мир, который мы даже представить не можем, а он на самом деле существует. Если не Орфей, то какую статуэтку можно было бы вручать на премии «Тэффи Китс»? Оскар. Ребенок с лапушкой. Мне кажется, это была бы идеальная статуэтка. Даже не знаю, что, потому что все уже привыкли во всей нашей стране, что символ телевидения, символ лучших на телевидении – это бронзовый Орфей. И мне кажется, очень круто, что «Тэффи Китс» – это тот же самый бронзовый Орфей, только маленький. Ну, я думаю, наверное, можно было бы премию сделать такую. Она была бы в виде такого, знаешь, микрофона, и с него стихали, знаешь, как с мороженого такого вот, какие-то потеки от мороженого. Будет такой, как этот микрофон шоколадный. Только Орфей. Почему? Ну, потому что он такой сильный, мужественный, смелый. Он показывает то, что действительно нужно многое преодолеть, чтобы получить эту награду. Я бы чебурашку, конечно, сделала на детской премии. Такого с большими ушами. Сегодня можно точно сказать, что телевидение развивается благодаря детскому контенту. И мы, ТВ Детский, дам ему подтверждение. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал и оставайтесь в курсе самых интересных событий. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok